Продолжение следует... Обвиняемый скроется, является реальными и обоснованными, поскольку Пестриков не имеет документов, удостоверяющего его личность. Он никогда не получал паспорт, не был никогда нигде зарегистрирован. В настоящее время беспрепятственно передвигается в пределах Российской Федерации, передвигаясь в том числе и на автотранспорте, не имея документов, удостоверяющего личность, проживает как в городе Екатеринбурге, так и в городе Нижнем Тагиле, Свердловской области. Более того, до настоящего времени не все участники преступной группы установленных задержанностей, с чем Пестриков, находясь на свободе, может выработать с ними единую линию защиты. В удовлетворении ходатства защитника Шелкова о продлении срока додержания отказать. Избрать в отношении обвиняемого Пестрикова Дмитрия Романовича 10 сентября 1991 года рождения уроженца города Екатеринбурга, гражданина Российской Федерации, меру пресечения, ведь заключение под стражу на 2 месяца 0-0 суток, то есть по 5 ноября 2016 года включительно. Постановление вам Пестриков понятно? Нет, на 2 месяца. На 2 месяца. Чуть позже вам сегодня будет вручено данное постановление, у вас есть завтрашний день на трое суток на его обжаливание. Показания давай, как говорили, что депутаты у него друзья, товарищи, как он говорил, то что убьет и все решит, слышишь? Показания давай, как говорили, то что убьют и все решит. Хорошо. Дима. Я люблю тебя. Пишут о том, что это был конфликт между цыганами и казаками, а что на самом деле было, прокомментируйте. Из первых уст это должно быть. Я уже повторяю, Олег Шишель взятый относится к джанскому народу. Ему не понравилось то, что мой муж приехал, он был в пьяном состоянии, Олег, он конкретно провокцировал моего. А у вашего мужа оружие было когда-нибудь приехали? Нет, не было. Или у кого-нибудь из его друзей? Мы приехали поговорить, конкретно поговорить. А почему было столько много народу, 15 человек и 7 машин? Ну просто все друзья, все знакомые. Кто нас видел, что мы ехали поговорить, подъехали просто, чтобы тоже поддержать. Они где-то откуда-то подъехали. Я некоторых людей даже не знаю в лицо, то есть Дмитрий тоже не знал. Мы приехали конкретно поговорить. Меня, наверное, Дима не взял в положение туда, на какую-то стрелку, на стрельбище, понимаете? Вы ждете ребенка? Да, я жду ребенка. Подождите. У вас отец получается с другой стороны в итоге? Как у вас в семье это отношение? Спасибо. Спасибо. Спасибо.